Алтей. Лечебный целитель. Идеальное средство от кашля для детей. Вот смотрите какой у меня куст огромный. Он уже цветет у меня две недели. Этому кусту 6 лет. Он способен расти на одном месте от 5 до 7 лет. Весь цвету работают шмели, осы здесь. Лечебный этот куст Алтей. Цветет он красиво. Смотрите какие у него нежные цветочки. Вот они. Бесподобно. Цветение. Он пригоден для заготовки буквально весь. Начиная от цветения цветка самого и листья и сами корни. Подкармливаю я его обычным способом. Развожу куриный помет. И 1 к 10 я веду подкормку. Два раза за сезон. В начале роста. И когда он начинает зацветать. Все ему достаточно. Чтобы вот так вот красиво он разрастался. И были цветочки. Ну и сейчас мы будем заготавливать. Срывать цветы, листья. А осенью я конечно вырываю в корни. Применяется он как мягкое отхаркивающее средство. Особенно в детской практике. Противоспалительное средство. При острых хронических заболеваниях дыхательных путей. Язвенной болезни. Желудка. И двенадцатиперстных кишки. Трава Алтея содержит слизь, крахмал, пектин, минеральные вещества. Алтей оказывает отхаркивающее, обезболивающее, противокашливое действие. В медицине использую чай из цветков, листьевых и корней Алтея. Вот такой замечательный кустик этот Алтей. Ну а сейчас я буду заготавливать вот такие цветочки и листву. Зеленую вот эту. Листву и цветочки я буду сушить. Если шмелю полезно, значит и человеку, конечно же, полезно вдвойне. Или даже в тройне. Вот этой заготовки, листья и цветочки мне хватит на осенний-зимний период. Главное, чтобы меньше болели. Сушить я буду вместе листья и цветы. Помыла, просушила. И сейчас мы будем сушить в сушилке ветерок. Ну вот, высушили мы свою Алтей. Видите, какой красивый. Высушили Алтей. Он уже не ломается, а хрустит. Вот листики и цветочки. Все, мы его оставляем на солнышке немножко. Пускай он еще постоит. Здесь вот на лоджии. И мы будем перекладывать их в стеклянные банки. Очень хороший отвар корней Алтея на молоке и на воде. Для девушек, кто хочет увеличен грудь. На молоке столовую ложку берем измельченных корней Алтея. Заливаем стаканом горячего молока. И помешивая, доводим до кипения. Принимать по полстакана утром и вечером до еды. Принимают этот отвар нужно не меньше трех месяцев. Лишь по истечении этого времени грудь начнет постепенно увеличиваться. Максимальный результат наступит не раньше, чем через год, применяя этот отвар. Это кто хочет увеличить грудь. На воде делают. Можно приготовить отвар на обычной воде. Его можно принимать в нут и использовать для компрессов груди и зоны декольте. Отвар готовится за счетом. Одна столовая ложка корней на один стакан воды. Трава заливается необходимым количеством холодной воды и доводится до кипения. После чего отвар нужно процедить через 4 слоя марли и дать настояться 2 часа. Принимать нужно перед едой по полстакана 3 раза в день. Через каждый месяц приема необходим, конечно, перерыв. Курс длится 10 месяцев. На грудь и зону декольте необходимо прикладывать пропитанную отваром марлю на ночь, укутывшись хорошо полотенцем. Утром желательно смазать кожу любым питательным кремом, чтобы не появилось раздражение. Я сейчас промою холодной водой и оставлю на 2 дня, чтобы не подвяли. Потом сниму пробку, расщеплю вдоль на 4 части. Желательно уберечь, конечно, от влаги, чтобы ее не попало. Иначе они потемнеют и заплеснеют. Вот эти корни могут служить в сухом виде до 3 лет и быть полезными. Соловую ложку корней залить холодной родниковой или очищенной водой и оставить настаиваться на ночь. Считается, что за это время растение выделит максимальное количество природного масла и полезных веществ. Утром прокипятить, процедить и пить по полстакана 3 раза в день. Продолжение следует...